Салют друзья! Вы давно просили сделать обзор на затычки, а я все по накладным да по накладным. Судя по всему, AKG решили пойти тем же путем, что Sennheiser, Philips и даже Sony. А именно, пожаловали на территорию сверх бюджетных ушей. Такое ощущение, что маркетологи AKG решили готовить своих поклонников к хорошему звуку и хорошим наушникам с самого раннего возраста. Начнем! Недорогие, очень яркие, весом чуть больше 10 грамм AKG K323. Яркие AKG-шки в самом деле получились молодежными, выглядят свежо. В линейке есть несколько цветовых вариантов. Желтые, красные, синие, белые, зеленые, черные. Короче говоря, все цвета радуги, на любой вкус и под любое настроение. Можно купить все наушники, но я уверен, один любимый цвет у вас все-таки есть. На упаковке пишут «Ультра маленькие вставные наушники». Даже глядя на них на фото, с этим трудно не согласиться. Очень компактные. Пластиковый корпус, кабель, съемные амбушюры – все выкрашено в один цвет. Хотя корпус обрамлен в серебристую вставку. Это не алюминий, тоже пластик. Сверх бюджетные. Уже звучит пугающе. На ум приходят затычки, которые продаются в подземных переходах на выходе из метро. Что касается К323 – сборка и материалы порядочные. АКГ – они в наших родных краях. В комплекте идет набор силиконовых амбушюр разных размеров. Мне подошли средние. Заменить их, если потребуется, не составит никаких проблем. Все просто, как два пальца об асфальт. И еще, приготовьтесь. В комплекте с наушниками идет фирменная сумочка для транспортировки. Со шнурком. Видимо, кожа ненатуральная. Но такие бонусы я люблю. Внутриканальные наушники сохраняют еще ту звукоизоляцию. Но это, в принципе, не удивительно, на то они и внутриканальные. На кабеле есть плавающий фиксатор. Лично мне он не особо нужен. Но если вы любите носить наушники вот таким вот образом, то этот фиксатор просто находка. Сам кабель не особо длинный. Всего 1 метр. Обычно этого хватает. Но зимой, если вы в зимней куртке, телефон уже не получится носить в кармане джинсов. А вот в кармане куртки без проблем. Эти АКГ-хи бывают трех типов. Стандартные, без пульта и гарнитуры. Дальше заточенные под Android с однокнопочным блоком управления и гарнитурой. Еще вариант. Уши заточенные под Apple с трехкнопочной системой. Сюда добавили регулировку громкости. К выбору подойдите ответственно, а то гарнитура и пульт могут не работать на вашем аппарате. Тем более отличия отразились и на цене наушников. Что касается варианта без гарнитуры, эта штука универсальная. Будет летать с любого телефона. Логично. В остальном 323 друг от друга ничем не отличаются. Звук. Я сразу понимал, звезд с неба в звучании они хватать не будут. Само собой я их втыкал в ЦАП, но это откровенно не тот вариант. Австрийский производитель не пытался их позиционировать выше, чем наушники для смартфона на каждый день. Но в основном со смартфона я их и тягал. Как говорит Макс, и так. Их звучание я могу называть средним, не больше и не меньше. На раскачку ушло примерно пару дней и тогда они начали звучать куда круче, чем сразу после распаковки. Каких-то конкретных хрипов и чиханий в них и близко нет. Есть погрешности в объемности. Еще проскакивала нехватка низких частот. Это конечно зависит от стиля музыки. Поигрался немного с эквалайзером. Не создавать собственных пресетов не пришлось. Легким движением пальцев включил в настройках хип-хоп. Из всех перебранных вариантов именно этот мне понравился больше. На вкус и цвет товарища нет. Я думаю у каждого любителя послушать музыку с телефона в настройках есть свои фишки. Метро естественно не хватало запаса громкости, но это решается сделав немного громче. Теперь молодежь с не самым большим кошельком встала на порядок ближе к именитой марке. Короче говоря, АКГ выпуска недорогие наушники значительно расширяют армию своих поклонников. Я не вижу в этом ничего плохого. Сам когда-то учился в школе, ходил в институт и хотел обращать на себя внимание. АКГ это не какой-нибудь там ноунейм. Эти яркие наушники мало того, что слух радуют, а еще могут послужить аксессуаром, который будет дополнять ваш неповторимый стиль. Тем не менее, не забываем подписываться на канал, ставить лайк. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok